Рекцию до школы приводят У нас в Ростове существует патриотический центр на улице греческого города Волос, где у нас детям со школьного возраста прививают чувство патриотизма и любовь к родине. Таких центров мы хотим создать несколько в городе Ростове-на-Дону. Это хорошее начало для воспитания нашего подрастающего поколения. И вот на западном, на коммунистическом 46 мы сделали ремонт помещения, вложили туда за счет средств ветеранов Афганистана, за счет общественного движения «Оплот», за счет ребят чеченцев, которые и сами работали, и сами делали эти ремонтные работы. И хотим сейчас там создать такой центр. В этом центре, в большом зале, мы хотим развестить экспонаты о ветеранах Великой Отечественной войны, ветеранов Афганистана, ветеранов Чеченской войны и тех ребят, которые сейчас вернутся с Донбасса. И я больше чем уверен о том, что эти ребята придут и вольются в наши ряды. И вместе с ними, наверное, мы будем делать большое нужное дело для нашей Родины, для того, чтобы дети, которые приходят, да, они знали свою историю, знали историю своей страны. Ну и, естественно, увековечение памяти тех героев, которые погибли, защищая нашу страну. Я каждый день сюда приезжаю с сыном, и вот он у меня спрашивает, папа, а кому этот памятник? А что здесь похоронен? А какие ребята погибли? И вот маленький мальчишка, шестилетний, он интересуется уже этими вопросами. Вот с этого возраста и нам нужно начинать воспитание молодежи. Мы сейчас находимся на площади защитников Отечественного, где стоит наш мемориал погибшим нашим защитникам с Ростовской области, которые погибли в разных регионах, начиная с Афганистана, Чечня, Северный Кавказ и другие наши локальные конфликты. Но скоро здесь нам придется добавить еще, увековечить имена наших ребят, которые положили в свои жизни спецоперации, которые проводятся на территории Украины. Мы сейчас планируем вынести вопрос о том, чтобы вообще переименовать эту площадь в площадь защитников Отечества и дополнить наш мемориал ударным вертолетом Ми-24, который у нас будет сочетаться на уровне этого памятника с другой стороны, и у нас комплекс будет уже полноценный. Про своих родственников, про дедушек, кто-то участвовал в бессмертном полку, а чей портрет вынесли? А поднимите, пожалуйста, ручку. Ребята, кто из вас проходил в бессмертном полку и нес портрет своего родного человека? Скажите, пожалуйста, чей портрет вы несли? Я нес своего прадеда, получается, портрет. Знаете, как его звать? То, что о нем знаете? Ну, скажите. Исай Сапогов. Исай Сапогов. Он, насколько мне известно, служил летчиком. Я нес, получается, портрет тоже своего прадедушки, Михаила Владимировича Пигуляк. Он, насколько я знаю, был ремонтником железнодорожных путей и поездов. В основном, я бы сказал, что молодежь не потерянная, нормально. Немножко, надо, как бы, чуть-чуть встрепенуть. В школах НВП ввести. Ну, сколько у нас офицеров, сколько, это, без работы. Ходят, в океи охраняют. Ну, вот как раз бы передавали опыт. Они не понимают, куда их ходят и что с ними будет.